Доброе утро! Всех приветствую! В эфире Радио Спутник. В студии Татьяна Владяева напоминаю телефон прямого эфира. 8 495 951 05 66 в Москве. 8 часов 4 минуты. Ну и впереди нас ждет дайджест новостей. А осветить самое актуальное, самое важное мне поможет политолог, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов. Владимир Леонидович, я вас приветствую. Здравствуйте. Владимир Леонидович, ну заявления главы Белого дома Джо Байдена, они сейчас, конечно, в топе новостей, поэтому мы не можем их с вами тоже не затронуть и необходимо как-то их прокомментировать. В частности, Джо Байден считает, что у России может не оказаться пути выхода из украинского кризиса. Ну и в связи с этим президент США пытается понять, как же действовать дальше в этой ситуации. Цитаты, и я пытаюсь понять, что нам с этим делать. Ну и вместе с тем, как сообщает пресс-служба Белого дома, Байден назвал действия президента России Владимира Путина очень расчетливыми. И американский лидер считает, что Путин думал, что он сможет разделить НАТО, что сможет разделить Европейский Союз. Ну и, видимо, по мнению Байдена, у Владимира Путина это либо уже не получилось, либо не получится в будущем добиться такой задачи, если таковая была. Вот что можем сказать по этому поводу? Действительно ли, какие есть основания у Джо Байдена считать, что у России нет пути выхода из украинского кризиса? Ну, вы знаете, я, может быть, выскажу сейчас неожиданную точку зрения. Можно рассматривать это заявление как положительное, потому что Байден, на самом деле, сказал прямо противоположное тому, что хотел сказать. Заявляя о том, что у России нет, может не оказаться пути выхода из кризиса, он имел в виду не Россию, а Соединенные Штаты. Данное заявление, когда политик делает подобного рода заявление, нужно интерпретировать совершенно иначе. Это не у России, это у Америки может не оказаться пути выхода из этого кризиса, поскольку все методы воздействия на Россию, которые возможны, кроме прямого военного конфликта, Соединенные Штаты, в общем-то, уже применили. И возможности применения каких-то иных методов воздействия на Россию в рамках прокси-войны уже исчерпаны. А, следовательно, Соединенные Штаты находятся на пороге достаточно серьезного кризиса и каким-то образом кризиса принятия решений. Каким-то образом нужно выйти из этой, в общем-то, непростой для Соединенных Штатов ситуации, потому что очевидно, что Россия выполнит поставленные задачи, несмотря на то, что Соединенные Штаты очень явно участвуют в прокси-войне с Россией. Это будет очень серьезное поражение для Соединенных Штатов. А какие же шаги Джо Байден решит предпринять? Какие варианты? Сейчас, делая подобного рода заявления, возможно, президент Соединенных Штатов готовит американское общество к тому, что Соединенным Штатам придется признать победу России, придется пойти на соглашение с Россией, на тот или иной вариант переговоров с Россией. Вот именно так я бы интерпретировал данное заявление, как, собственно, позитивный сигнал со стороны Байдена, потому что такими заявлениями обычно готовят общество к тем или иным решениям, которые противоречат предыдущему курсу государства, в данном случае Соединенных Штатов. Поэтому, возможно, что речь идет именно об этом, о том, что Соединенные Штаты устами президента Байдена заявляют, мы сделали все возможное для того, чтобы нанести поражение России, но мы не можем больше, так сказать, делать большие шаги, придется в этой ситуации каким-то образом идти навстречу России. Владимир Леонидович, смотрите, пока это, конечно же, все немного из рода фантастики. Мы с вами понимаем, потому что это действительно, если это так, то это весьма неожиданно. И здесь еще вопрос того, насколько это окончательно ударит по репутации Джо Байдена. Но вот у меня вызывают все-таки сомнения такой позитивный некий настрой, что, позвольте, я так немного скептически к этому отнесусь, потому что накануне, сразу после праздничного салюта в российских городах, и мне кажется, это тоже не случайно, но сразу после приходит громкая новость, что Джо Байден подписал закон об отправке, в том числе военной помощи Украине, по программе Ленд-Лиза. Ну, напомним для наших слушателей, что это программа, по которой США сдавали в аренду или передавали в долгосрочный кредит военную технику и снаряжение союзникам во время Второй мировой войны. И, что очень важно, ну, то есть в целом документ, он ускоряет и упрощает поставки военной помощи Украине. Но, что важно, говорится о том, что этот законопроект, он готовился еще до начала российской операции на Украине, то есть в конце января американский Сенат, в американский Сенат его внесли. Вот смотрите, разве это не противоречит тому, о чем мы сейчас с вами говорили? Если действительно можно так интерпретировать слова Байдена, то тут противоречия нет, потому что как раз речь идет о том, что последние карты на стол брошен. И данная программа Ленд-Лиза, которую вводят Соединенные Штаты, по сути является последним аргументом, который могут использовать Соединенные Штаты в борьбе с Россией, потому что все возможные санкции введены. Разведданные Соединенные Штаты Украине поставляют, военную помощь оказывают, военные учения проводят, военные, так сказать, подготавливают украинских военных. И, в принципе, это все, на что в рамках прокси-войны Соединенные Штаты могут пойти в данные ситуации. Но ничто это не работает в отношении России, мы это видим. Что касается Ленд-Лиза, то здесь ведь очень интересная ситуация. Ведь этот закон можно было подписать в любой другой день, например, 7 мая или 10 мая. Но я и говорю, это вообще вчера не случайно произошло. Да, он был подписан 9 мая, именно в тот день, который в России, в нашей стране считается Днем Победы, а не в Соединенных Штатах. Поэтому, конечно, подписание 9 мая закона Ленд-Лизе это настоящая провокация в отношении России, и это сигнал миру о том, что Соединенные Штаты, конечно, является противником, врагом России в данной ситуации. Это такой очень показательный пример. Что касается самого закона Ленд-Лизе, то он не является чем-то новым в данной ситуации. Понятно, что он является продолжением той политики помощи, которую Соединенные Штаты уже оказали Украине, военной помощи оказывают, по сути, постоянно. Но теперь фактически закон о Ленд-Лизе ставит Украину, украинское общество в кабальные отношения по отношению к Соединенным Штатам. И, конечно, поколение украинцев, будущее поколение украинцев на протяжении многих десятков лет будут расплачиваться за те военные поставки, которые осуществляют Соединенные Штаты по закону Ленд-Лизе. Владимир Леонидович, тут еще важное заявление не только про те поставки, о которых мы уже упомянули, еще и Конгресс планирует выделить Украине почти 40 миллиардов долларов вместо 33 миллиардов долларов, которые запрашивал Байден. Ну и Палата представителей планирует рассмотреть этот вопрос сегодня, 10 мая, поскольку если сегодня Конгресс не примет решение, то, как объясняет Байден, США будут вынуждены приостановить помощь через 10 дней. Ну, то есть есть там определенный регламент, который нужно соблюдать. То есть это еще один вопрос об оказании военной помощи. Владимир Леонидович, вот вчера, как мы уже отметили, сообщение по поводу этой помощи, по поводу Ленд-Лиза, они пришли уже достаточно поздно вечером, сразу после салюта праздничного. Нету никаких заявлений со стороны России, каких-то официальных комментариев по этому поводу. Вот наверняка они будут сегодня. Какие комментарии, какую реакцию вы ожидаете? Ну, прежде всего я хочу обратить внимание на то, что Конгресс и президент соревнуются здесь по поводу оказания военной помощи в Украине, кто больше поможет, это, знаете, что напоминает? Это напоминает ситуацию в период, так сказать, предыдущий, с 2014-го и особенно с 2016-го, после смены президентской власти в Белом доме, когда одни санкции принимал президент Соединенных Штатов в отношении России, другой пакет санкций принимал Конгресс. И, соответственно, шло такое перетягивание каната. В данном случае мы наблюдаем, по всей вероятности, тоже такую же ситуацию. Что касается объема, то это, конечно, очень серьезные цифры. И здесь самое важное состоит в том, что никогда подобного рода ресурсы не выделялись Украине на мирные цели. При том, что украинское государство находилось в состоянии перманентного экономического кризиса, и в 2021 году Украина стала самой бедной страной Европы. И несмотря на чудовищную социально-экономическую ситуацию, которая была в 2021, и которая сейчас, как вы понимаете, не улучшилась, а существенно ухудшилась, эта экономическая помощь не пойдет на помощь украинцам. Она пойдет на военные нужды, на продолжение войны, а поскольку это серьезные средства, которые выделены на ведение военных действий, фактически речь идет о том, что эта военная помощь Украине будет продолжением агонии Украины, уничтожению украинцев, в том числе мирных жителей, потому что украинские солдаты бьют по мирным домам и защищаются в мирных домах, находясь, так сказать, беря в заложники мирных жителей. Поэтому каждый доллар, который Соединенные Штаты выделяют Украине, на самом деле это не деньги, которые послужат Украине, это деньги, которые выделяются на то, чтобы принести Украине еще больше горе украинским семьям и еще большее разрушение украинской экономики. Вот эти 40 миллиардов, если они будут выделены Соединенными Штатами Украины, это деньги, которые... Это на конкретные цели, которые никак не коснутся помощи мирных жителей. Это деньги, которые идут на войну, к сожалению. Владимир Леонидович, а возвращать Украину как эти деньги будут? Мы же понимаем, что это все в рамках неких кредитов, каких-то вот подобных вещей. Это не подарок. Наверняка Соединенные Штаты будут ждать возврата всей суммы, большой суммы денег. Это естественно. И в данном случае речь идет о том, что фактически, конечно, Украина не в состоянии расплатиться с подобного рода долгами. И понятно, что это финансовая зависимость на поколение вперед. Украина может расплачиваться либо своими ресурсами, которых становится все меньше и меньше, потому что даже чернозем уже вывозят из Украины. Леса вырублены. Промышленность, которая была передовой в советское время, сейчас лежит на боку. И достаточно сложно представить, что еще можно взять из украинской экономики для нужд американской экономики. Но, тем не менее, видимо, все-таки какие-то приватизационные схемы еще предусмотрены в рамках планов Соединенных Штатов. И, возможно, какая-то часть украинской собственности еще должна будет перейти американским компаниям. Но основной удар, конечно, будет на будущие поколения, которые будут на протяжении многих десятков лет выплачивать эти долги. Фактически речь идет о том, что Украина превращается в вечного должника Соединенных Штатов. И мы знаем множество стран, которые находятся в такой финансовой кабале от Соединенных Штатов, и которые полностью зависят от своего, так сказать, патрона. От своего союзника и партнера, да, получается? Да. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-951-05-66. Звоните, задавайте свои вопросы политологу Владимиру Шаповалову. Еще одно интересное заявление из Соединенных Штатов у нас есть, но озвучу его после небольшой паузы. Здравствуйте, уважаемые слушатели радиостанции «Спутник». Меня зовут Игорь Мальцев, я по профессии журналист. И поэтому я знаю, что нет глупых вопросов, а есть глупые ответы. Как и обещала, значит, что еще интересного происходит в Соединенных Штатах? Бывший госсекретарь, экс-советник президента США по национальной безопасности Генри Киссингер, он прокомментировал внешнеполитическую установку Вашингтона по смене режима в авторитарных странах. Но он на самом деле говорит и про демократию, и про авторитарный режим. И что здесь, мне кажется, особенно интересным среди всего заявления, выделить, какую цитату. Он выразил обеспокоенность, что и авторитарные, и демократические страны создают новые виды разрушительного оружия, которое может привести к катастрофе ранее непредставимого масштаба. Вот о чем идет речь, по Вашему мнению? Потому что, какая ассоциация возникает, очень много, к сожалению, говорят про ядерное оружие, и такие опасения, мне кажется, у любого человека, кто в курсе происходящих событий и читает новости достаточно внимательно, такие опасения есть. Ну, прежде всего, необходимо напомнить о том, что Генри Киссингер признанный патриарх американской политики, американской политологии, человек, который, пожалуй, в настоящее время является наиболее уважаемым и ученым, и политиком-практиком в свое время, серьезно потрудившимся на ниве практической политики. Поэтому к его мнению, конечно, нужно прислушиваться. Киссингер не относится к числу ястребов. Как раз Генри Киссингер всегда занимал достаточно такую разумную политику в отношении тех или иных вопросов. Поэтому те вопросы, которые он сейчас задает, и те проблемы, которые он обозначает, это очень серьезные проблемы, которые нужно решать. Что касается деления стран на демократию и авторитаризм, это оставим на совести Киссингера, поскольку это традиционные, так сказать, идеологические штампы, которые применяются в американском обществе. И, конечно, если вести речь о серьезном научном анализе, Америка не является никакой демократией, по сути. Поэтому, ну, это отдельная тема. Я думаю, что не для данной ремарки Киссингера. Да, хорошо. Главное, что мы озвучили, так вот прокомментировали все равно такое заявление. Да, что касается заявления о возможной угрозе, о возможных угрозах миру и о, так сказать, серьезной гонке вооружений, которая в настоящее время идет и появляются современные военные средства. То есть здесь Киссингер абсолютно прав, и это серьезная угроза. Причем я хочу подчеркнуть, что угроза исходит прежде всего от его страны, поскольку именно Соединенные Штаты. Именно Соединенные Штаты являются страной, единственной страной в мире, которой применили ядерное оружие. Да, об этом забывать историю нельзя забывать. Знаете, лишние напоминания вот такого важного правила. Владимир Леонидович, у нас есть звонок от слушателя. Давайте его выслушаем. Здравствуйте, вы в эфире. Как вас зовут? Доброе утро, Владимир Леонидович. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, Владимир, да. Какой вопрос? У меня вопрос такой. Вот вы говорите о том, что Украина вывозит чернозем и прочие ресурсы. Я думаю, что нам лучше смотреть, как говорится, в свой карман. Россия вывозит свои ресурсы, свой лес за рубеж. То есть, почему мы так делаем? Простите вот это прокомментировать. Спасибо, Владимир. Действительно, вопрос хороший. И, конечно, нужно смотреть и в свой карман тоже. Эти ситуации принципиально разные. Потому что вывезение чернозема, что означает? Это же не стандартный ход. Это значит, снимают пласт чернозема и вывозят его отсюда. Такого не делал никто. Поэтому, по сути, это беспрецедентные действия, которые осуществляются в рамках, так сказать, политики, бездумной политики ограбления собственной страны. Что касается вывезения российского леса, то это совершенно другая ситуация, поскольку Россия является самой большой страной, имеющей самые большие, так сказать, запасы леса. Это стандартно. Россия всегда торговала лесом и в советское время, и в дореволюционное время, и будет торговать дальше. Лес является одним из основных важных экспортных продуктов в России, и, в общем-то, при том, что достаточно рачительно все-таки подходят к восстановлению лесных ресурсов, я уверен, что здесь нет серьезной проблемы. Она является надуманной. Никакой угрозы экологии или лесному фонду России от тех, так сказать, внешнеторговых операций с лесом, которые существуют, нет. В то же самое время мы знаем, что, ну, опять же, Владимир не хочет заглядывать в карман чужой, но, тем не менее, мне придется это сделать. Я хочу сказать, что, например, на Украине леса больше нет. Карпатского леса больше нет. Фактически он полностью вырублен. А мне кажется, здесь еще важный момент в принципе экономики и торговли, потому что если мы будем разрушать окончательно все логистические какие-либо цепочки договоренности, то, конечно, ни к чему хорошему это не приведет. Иначе мы послужим какому-то примеру, как поступает Евросоюз, который ввозит санкции, которые ему же и вредят. То есть не очень логичная политика, мне кажется. Здесь надо тоже это учитывать. Владимир Леонидович, вот важный момент. Господин Полянский, это первый зампост преда России при ООН, Дмитрий Полянский. Он сказал, что в ходе специальной военной операции на Украине нашлись документы, которые доказывают, что были конкретные планы по нанесению удара по России с территории Украины. Никаких других деталей нет. И вот здесь, знаете, такой немного провокационный, но мне кажется, это важный вопрос, который возникает в голове у многих россиян. Насколько действительно необходимо публично вот такую информацию раскрывать и публиковать, потому что есть большое количество людей, которые не до конца верят в то, что такие планы были. Вот для них нужно ли, чтобы эта информация была открытой? Я думаю, обязательно. Эта информация должна быть открытой для всех. И тех, кто стоит на этой стороне, и тех, кто стоит на той стороне, и тех, кто сомневается, поскольку, очевидно, это важно. И я думаю, что эти документы будут основанием тех решений, которые будет принимать в последующем трибунал по суду над украинскими нацистами. При этом хочу подчеркнуть, что в данном случае речь идет о действиях России как об упреждающем ударе. Почему? Потому что на протяжении длительного периода времени Украина готовилась к целому ряду военных операций. Разрабатывался так называемый хорватский сценарий. Что такое хорватский сценарий? Как известно, в свое время в рамках югославских войн на территории Хорватии была сербская автономия, которая была внезапно уничтожена хорватскими войсками в результате проведенных военных действий. Вот об этом, не стесняясь, украинские политики. И информацию, правда, очень хочется даже мне, как журналисту, ну и как просто обычному гражданину, хочется тоже эту информацию, честно говоря, получить, чтобы, мне кажется, это важно еще не только для нас, но и как раз-таки для наших партнеров, то ли в кавычках, то ли нет, не знаю, как их уже обозначить, для западных партнеров, чтобы они тоже были в курсе происходящего и лучше понимали, что происходит. Владимир Леонидович, ряд экономических новостей тоже, они, конечно же, присутствуют. Позвольте я их так коротко озвучу, и мы с вами на самом главном среде этого списка остановимся. Во-первых, Япония вводит очередные новые санкции против людей, как из России, так и из ДНР и ЛНР. Ну, самое известное здесь имя – это Михаил Мишустин фигурирует в этом списке. Но, мне кажется, здесь уже, знаете, вопрос санкций порой уже комментировать неизвестно как, просто потому что это очередной виток, нужно смириться. Ну, вот для информации, спасибо, вы нас оповестили. А вот что, мне кажется, еще интересно. Смотрите, Еврокомиссия вроде как видит некий прогресс в переговорах с Венгрией по поводу запрета нефти из России. Но при этом Венгрия говорит, что пока позиция Будапешта не меняется, и нужно сделать гораздо больше для того, чтобы эта позиция изменилась. Я напомню, что Венгрия отказывается поддерживать введение эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз. Ну, и Германия тем временем разрабатывает план действий, который она реализует в том случае, если Россия внезапно решит прекратить поставки газа. Такие сообщения тоже есть. Вот буквально у нас минутка с вами остается. Что из этого наиболее вероятно? Вот то, что действительно Россия так внезапно прекратит поставки газа, или что Венгрия поменяет свою позицию по поводу эмбарго? Ну, что касается позиции Венгрии, то здесь ситуация скорее нет, чем да. Сиярта заявил, что прогресс незначительный. Это министр иностранных дел Венгрии. И при этом нужно иметь в виду, что против шестого пакета выступает не только Венгрия. Шесть стран Евросоюза из 27 сейчас ведут переговоры с Евросоюзом на предмет того, что те или иные нефтяные, в том числе, вопросы нужно решать как-то иначе. Поэтому решение по шестому пакету затягивается. Евросоюз оказывается в очень сложной ситуации по той простой причине, что нужно признать, Европа не в состоянии обойтись без российской нефти. Это точка. И даже если... И без российского газа. Мне кажется, здесь, знаете, это надо объединить. Владимир Леонидович, я вас благодарю за все разъяснения и за то, что нашли возможность и время это утро встретить вместе с радиостанцией «Спутник». Политолог Владимир Шаповалов был на прямой связи с нашей студией.